Георгия Шадо Берн Гущи 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 Там, например, были такие турниры, как для европейцев и для американцев. Мы играли оба турнира, даже несмотря на задержку, пинг и так далее. Из-за состава или просто хотели везде поиграть? У нас и интернациональный состав был, то есть там были и американцы, и европейцы. То есть в этом тоже была причина. Ну и хотелось как можно больше показать себя. Ну и, в общем, оно сказалось, что нас позвали именно в американскую организацию, и мы выступали по итогу на американской сцене только. То есть мы на Европу даже не залезали. Бру, прошел первый сезон Overwatch League. Вот в коммерческом плане он был потрясающим, был успешный. Все говорили, что Overwatch League загнется, особенно у нас в СНГ, кстати. Но цифры говорят за себя сами. И скажи, пожалуйста, а для тебя этот сезон был успешный? Вы заняли второе место. Расскажи, пожалуйста. Ну, в самом начале это, конечно, пошло не так все, как я представлял себе, но для меня это был новый опыт, как и для всех игроков, кто участвовал в Overwatch League, потому что не у каждых профессиональных команд есть 12 игроков, вместо там, например, шести, и все играют... В Speedfire, по-моему, как раз шесть игроков было. Нет, у них, по-моему, с самого начала было 12. Я не уверен, оставалось ли еще на замене кто-то, но у них с самого начала было тоже 12. То есть все прошли через это, было очень много игроков, около четырех тренеров, то есть всегда мискоммуникация, то есть кто-то хочет это, кто-то хочет то. Игроки, кто-то предпочитает играть с этим игроком, ему более удобно, кто-то предпочитает с этим, то есть много проблем. Это трудно очень построить, но это был очень хороший опыт. Теперь всем более-менее понятно, как с этим работать. И в следующем году, я думаю, будет попроще всем. Слушай, ну ты вот сказал, что кому-то проще с этим, кому-то проще с этим. Мне казалось бы, что когда ты профессионал, тебе нужно играть с тем, кто делает лучше и с кем, скажем так, комфортнее не в плане, типа, ты мой бро, ты мой бро, а в плане, типа, ты хороший игрок, я буду с тобой делать связку. У вас были такие моменты вообще? Ну, с одной стороны, это правда, любой проигрок должен подстроиться под команду. Как команда предпочитает играть, он обязан подстроиться, но это не всегда срабатывает так, потому что, ну, опять-таки, в первую очередь, сцена еще все равно новая, то есть это только начало всего, ну, на мой взгляд. И большинство проигроков, они еще не раскрыли себя как проигроки, не набрались опыта. Ну, игра-то молодая. Да, и это, в основном, это просто вот очень сильный механический игрок, либо игрок, который хорошо играет командно, но чего-то всегда не будет хватать. И, ну, есть такой момент, я думаю, даже у состоявшихся про-команд там в Counter-Strike есть такой момент, что один игрок может дополнить другого. То есть один играет агрессивно, а другому нужно играть пассивно. Если оба будут играть агрессивно, это может полностью провалиться. Да, согласен. Сейчас, минуточку. Я протупил. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот, ну как, смотри, даже зайдя на твою страницу в Ликвидпедии, написано «Георгий Шадоу Берн Гуща», известен тем, что играет потрясающе на Gen Z. Почему выбор пал на Gen Z? Почему ты не стал мейнить кого-то другого? Ну, с самого начала я из-за своей истории в Team Fortress 2 я играл именно роль более агрессивную и независимую от твоей команды. То есть мне, когда я начал... ДПС, грубо говоря. Ну, ДПС, который... Ну, просто в основном в играх делится ДПС, который больше проводит время с комбо, то есть саппортами, танками. А есть ДПС, который играет сам по себе и зависит от себя. То есть он должен рассчитать все аптечки, как он будет строить свой фланг. Как Трейсер, Генси. Да-да-да, вот. И Генши показался мне самым независимым героем. Плюс это Прожектайл, что для меня это было очень привычно после Team Fortress, после игры с солдатом. Ну и не знаю, как ты даже... Я думаю, это основные были причины. Слушай, а вот текущая мета вообще... Можно сказать, что сейчас идет про игроков в межсезонье. Расскажи, кто Маспик вообще? Ну что-то такое. Сейчас активно проводятся трой-ауты в лигу. То есть команда набирает себе новых игроков. И в этих трой-аутах предпочитается играть так называемый Голдскомп. Это, по сути, три саппорта и три танка. Я могу расписать, конечно, если это интересно. То есть это Рейнхард, Заря, Дива, Бригитта, Люсио и опционально это Ана или Зен. Ну танковость, да? То есть, да, в этой композиции самое главное это выживаемость. То есть выжить, агрессивно кого-то ворваться, задавить свои массы и отойти обратно подождать кулдаун на спида снова. То есть так это работает. Сейчас пока определенного контрпика для этого нету. Есть композиции, которые могут играться против этого, могут побеждать. Но говорить такое, что есть определенные композиции, которые точно выигрят эту, нет. И в основном команды, они просто копируют и играют тем же самым. Также вот часто игралось в дайве это Сомбра, Думфист в более агрессивных композициях. Опять-таки, Генжи, Трейсер все равно остаются в мете. Они часто используются. Фара, Видо, они все равно используются часто. Ну, в общем-то, пока трудно, конечно, сказать. Overwatch League начнется и команды разберутся. Насчет начнется Overwatch League. Расскажи, ты как бы... Ну, у тебя контракт с Philadelphia Fusion окончен, да, я так понял? Да. А что будет дальше? Скажи, тебе поступали предложения в Overwatch League? На самом деле было очень много предложений на трояут, то есть попробоваться в команды. И мне так, не знаю, повезло или как-то меня рассмотрели, именно чтобы я принимал участие в закрытых трояутах за некоторые старые команды, то есть уже существующие. И, то есть там участвовали только игроки этой команды и их академия, ростер. И у меня еще были несколько трояутов в новые команды, которые вот только приобрели слот. То есть ты участвовал? Да, я участвовал. И есть уже предложения, то есть конкретные. Вот, понятно, хорошо. Слушай, вот, ты проигрок, ты уже очень известен. Ну, назови, пожалуйста, вот три самых главных качества, которыми должны, ну, можно не три, можно больше, можно меньше, которыми должны обладать, скажем так, новички, которые только что, вот, не знаю, покинули платину, идут даймонд, и все, в таком духе. Вот, что за качество? Я думаю, фокус в своем деле, то есть никогда не слушать никого, там, может, я не знаю, там, друзья скажут, останавливайся, зачем ты играешь в эту игру, давай попробуем в эту игру, поиграем немного, там, в этом духе. Если нравится игра, и у тебя есть идея того, что ты можешь стать проигроком, и тебе это нравится, нужно сфокусироваться именно на одном деле, и не прыгать, тратить время на что-то другое. Второе, я думаю, это саморазвитие, то есть быть самокритичным всегда. Смотреть демки свои. Ну, да, и как бы даже не только, а вот просто вот судить свою игру, грубо говоря, то есть механически что-то не попадаешь, то другие игроки попадают, ну, как-то подойти к этому серьезно, начать более активно тренировать свою стрельбу, пытаться улучшить это. Ну, и, я думаю, опыт самое главное, то есть нужно уже начинать искать какие-то команды, пусть даже слабые, но с чего-то нужно начинать. То есть опыт в команде очень важен. Такие менее региональные лики даже? Ну, даже не важно, можно просто найти команду и начать с ней тренироваться, потому что именно вот этот опыт, он очень важен, и для меня он сыграл огромную роль, когда я играл в Team Fortress, и получил возможность играть в своей первой команде. Я тогда вообще даже не знал, а нужно ли мне это, я просто, ну, мне нравилась игра, я играл активно, я хотел развиваться в плане индивидуально, я развивал свою механику. И ты ничего не терял, в принципе? Да, и я согласился, и я понял, что эти ребята меня учили, грубо говоря, то есть ты должен, команде нужно тебе это, это делается так, то есть какие-то вот, можно сказать, стандарты для участника команды. Слушай, ты очень мало играл в этом сезоне за Philadelphia Fusion, и я считаю, что ты мог показать намного больше, намного лучше. Тебя заменили на ЭКО, да, по-моему, за вот этого парня? Ну, я тебе честно скажу, я очень часто просматривал твои игры, повтори, и все в таком духе, и смотрел в прямом эфире игры ЭКО. Я не заметил принципиальной разницы, то есть как-то местами ты даже играл намного лучше его. Чем была причина, почему тренерский состав так поступил? Ну, это еще больше связано было с политикой команды, то есть у них были какие-то свои... Молодые ребята, типа? Ну, может быть и так, я точно сказать не могу. ЭКО очень хорошо сыграл, это нельзя отрицать, он в плане развития, у нас было, как у команды, у которой 12 человек, в ростере очень много ресурсов, и мы могли, по сути, сделать профессиональным игроком любого человека, который вот хоть что-то имел, какую-то базу, и он очень быстро развивался, он все схватывал на лиду, ему нужен был этот опыт, и он его получил. У нас было очень много тренировок именно внутри команды. Типа тимбилдинги? Нет, именно вот у нас из того, что 12 человек, мы могли 6 на 6 друг против друга играть. То есть у нас было, по сути, два состава разных в команде. И у нас в то время, как один кореец не мог выступать из-за того, что его, грубо говоря, на время забанили, он играл во втором составе, и активно мы занимались все же развитием, потому что мы знали, что этот парень будет разносить. Мы знали это с самого начала, но мы не могли его выпустить из-за этого бана. И мы как бы активно занимались этим парнем, было очень много тренировок. Слушай, вот еще расскажи, я уже залывался этим слушать, да, наверное. Закончился сезон, все дела, опять же, напомнил об этом. И вот опыт игры в Америке на буткемпе. Потому что в Лиге Легенд игроки всегда собираются на буткемп, они всегда там играют, всегда, ну, то есть они всегда живут вместе, всегда общаются, психологи, тренеры, все дела. Скажи, тебе вообще вот просто вот, скажем, твой финальный опыт, экспириенс. Вот расскажи о нем, вот, что касается сезона, проживания с командой вместе, вот всего этого. Ну, честно говоря, у меня были до этого буткемпы, и вот во время сезона мне предстояло именно жить уже вместе с командой, и мы тренировались в своем доме вместе, и на самом деле разницы между буткемпом и гейминг-хаусом нет. И как-то мне было это привычно, то есть ничего нового я для себя не открыл, на самом деле. То есть это ежедневные тренировки по графику, даже не знаю, что добавить. Давай уже опустим игровые моменты. Недавно всех удивила новость, приятно удивило, что у твоего фаната сломался компьютер. Я не думаю, что кого-то должно приятно удивить, что у кого-то сломался. Нет, 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 приятно удивил твой поступок, вот, и ты купил ему компьютер. Вообще, вот, просто расскажи эту историю. На самом деле это случилось уже давно, это было в середине сезона Лиги. И, да, и просто у меня, ну, из того, что мы активно играли и тренировались, и уже там начались финалы, и нельзя было время уделять чему-то другому. Мне руки не доходили ничего постить, ни в Твиттере, ни в ВКонтакте. То есть я не занимался монтажом там на Ютубе. И, ну, я просто это как бы... Ты сам занимаешься? Да, и я просто запоздал, и это, ну, сделал пост об этом. А он из России, да, вроде бы? Да, он из Владивостока, кажется. А он тебя благодарил долго потом, просто интересно. Ну, честно говоря, это как бы необычный парень. То есть не то, что это просто там парень написал в Дискорде. Так, у меня сломался компьютер, нужен новый. Я этого парня уже давно знаю. Когда я только создал свой Дискорд-канал, у меня были, ну, какие-то свои фанаты после первого World Cup'а, русскоговорящая. И он уже с самого-самого начала был там. Он с самого начала проявлял активность, хотел развиваться. Много спрашивал советов каждый день, там, просил помочь. И как-то, ну, как бы, как сказать, не давил особо, знаешь, там, дай мне советы, мне нужно. Но он это делал постепенно, он развивался. Возьми мой аккаунт, сыграй, за меня. Да, то есть он поднялся очень сильно по рейтингу, ну, несмотря на то, что у него там были какие-то проблемы с компьютером. То есть он действительно этого хотел, развивался. Попал в команду, долгое время тренировался там. Ну и, ну, это просто уже, грубо говоря, это не просто фанат. То есть я с ним, я его знаю. Воспитанник, продажетов. Если можно так сказать. Ты сказал насчет World Cup'а, и сразу возникает вопрос по поводу Инчхона. Я не скажу, что вы играли плохо, но вы чуть-чуть не дотянули. Вот почему? Ну, на самом деле, группа, как и предыдущий год, была невероятно сложная. То есть Финны и Корея – это претенденты на гранд-финал. Особенно Корея. Да. Я думаю, ну, финны имели шесть урочек игроков, и это очень сильно. Мы понимали, что это будет, ну, очень трудный матч. Мы старались, готовились. Я бы не сказал, что мы сделали какую-то ошибку в плане подготовки. Было такое чувство, что мы подготовились против финнов намного лучше, чем они подготовились к нам. Я думаю, они были более сфокусированы на Корее, в то время как нам нужно было победить либо Корею, либо финнов, и мы сфокусировались на финнах. Мы больше готовились к Финляндии, и, не знаю, пару мелких ошибок стоили нам игры, но они происходят. Мы не команда, то есть, ну, мы готовимся, у нас было время подготовиться к World Cup, у всех свои ростеры, все заняты, это очень трудно. И мы сделали все, что могли, и мы очень довольны друг другом. То есть у нас не было ни одной проблемы, грубо говоря, что вот этот парень не отыграл, этот мог сыграть лучше, у нас это вообще не было. Мы все понимали, что все отыграли очень хорошо. Хорошо. Вот вопрос, скажем так, наступил в этот момент. Вы только что проиграли Нидерландам. И скажи... Это была ничья. Я все-таки? Да, то есть мы сыграли ничью в первой карте, значит, выиграли вторую и проиграли третью, то есть это была ничья. Неважно. В общем, скажи, что-то вроде, какой твой план вообще поведения после того, как ты победил, проиграл, там вот такое вот. Знаешь, некоторые ходят, не знаю, там, что-нибудь выпить, отдохнуть, посидеть, чай попить, там вот такое вот. А чем занимаешься ты? Ну, на самом деле это зависит от сил, которые я потратил на победу в этом матче. То есть, ну, грубо говоря, это шоу-матч, как бы все понимают, то есть мы хотели просто показать шоу. Мы приехали, ребята были в пути, не было никаких тренировок до. Мы просто хотели... Мы просто хотели показать игру. Конечно, мы пытались очень сильно сыграть, как можно лучше. Особого вот расстройств нет, то есть это шоу-матч все же. Конечно, в моменты, когда ты очень плотно готовишься к какому-то матчу, ты очень стараешься, тебе... И ты, грубо говоря, понимаешь, что тебе нужно выигрывать этот матч. Этот матч будет означать... Ну, можно, грубо говоря, скажет тебе, пройдешь ли ты в плей-офф, выиграешь ли ты в стейдж и так далее, то, конечно, ты расстраиваешься. То есть тебе нужно, ну, отвлечься. А когда отвлекаешься? Ну, сначала такой период, что ты не можешь просто сфокусироваться на чем-то другом. Ты думаешь о том, что пошло не так, что нужно сделать, чтобы этого больше не произошло. Это, я думаю, даже важно для проигрока. Ну, а потом просто как-то, не знаю, расслабиться, посмотреть какой-то фильм. То есть, ну, постараться отвлечься, потому что, ну, нельзя себе позволить эмоционально упасть полностью. А если победил? Если победил, нужно, ну, опять-таки, есть определенное чувство, когда ты очень на хайпе, ты доволен победой. Конечно, не всегда такое бывает. И бывает, ты побеждаешь, но ты понимаешь, что ты отыграл не очень хорошо. Ну, то есть твоя команда выиграла, но ты недоволен собой, и это тоже влияет. Ну, думаю, вовремя сфокусироваться на следующих оппонентах, и чтобы это чувство победы не повлияло на следующий матч. То есть ты не думаешь, что тебе дается все просто. Спасибо большое за внимание. Спасибо, брофист. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...